Добрый день, меня зовут Андрей Тетяк, я представляю рыболовный агрегатор e-hook. Основная идея создать такой портал, который будет объединять все, что касается рыболовной тематики с точки зрения коммерции и е-коммерции в ЧАК. То есть все, что касается рыбалки, начиная от всей игровой марки, все производители, все интернет-магазины, базы отдыха, платные водоемы, услуги по ремонту рыболовного туризма, все на одном ресурсе. То есть и где была и есть объединить все на одном ресурсе, все, что касается рыболовной тематики, в себя на портале. Вот так вот выглядит, не схематично. Так, текущая ситуация проекта. На сегодняшний день проект запущен на работу, мы сейчас проходим фазу бета-тестирования с теми клиентами, которые уже привлечены к нам на портал. На сегодняшний день это более 40 компаний зарегистрированных и более 12 тысяч товаров представленных на портале. Сделаны следующие ключевые работы по запуску проекта. Разработан логатив и зарегистрирована торговая марка. Разработан удобный и интуитивно понятный дизайн, создан свой корпоративный стиль. Платформа создан на современном меховом раздвижке ССК. По данной движок, в случае, стоит достаточно большой количество модулей и командных зарубочек для решения любой возникшей необходимости. Куплено по жизненной лицензии книжка ССК. Разработан эффективный каталог рыболовных товаров и многое еще другое. Помимо этого, мы уже провели предварительные презентации на международных выставках в Киеве, которые проходили в этом году. Их было две. Одна под эгидой торговой промышленной палаты и одна была организована с фитрой банкой. То есть мы проводили презентации именно в бизнес-зонах, общались только с бизнес-партнерами. И получили очень хорошую позитивную обратную связь с точки зрения вообще идеи проекта и необходимости данного проекта. Проблема, которую мы решаем, это отсутствие подобного сервиса на рынке. Каково? Зачастую консервативные потребители рыболов по-прежнему испытывают сложность в поиске того или иного товара. Рынок достаточно не структурированный и возможность формирования глубокой энергетики рынка – это уже именно для участников рынка. Продуктор, я уже сказал, торговая площадка, сервис покупок и продаж как товаров, так и услуг. Так было в тематике на рынке и в Украине. С точки зрения продавца, что очень важно, продавец выступает на рынке сугубо целевой аудитории, что значительно эффективнее с точки зрения вложения средств в маркетинговые бюджеты. Кроме того, продавца есть возможность создания своего полноценного интернет-магазина на базе платформы Yahoo. Продавец может получить всю необходимую информацию по аналитике в рамках своей страницы бесплатного проекта, в рамках рынка в целом по товару, по потребителям, по тенденциям, растущие подачи страны и так далее – это уже за деньги. 30 секунд. Так выглядит продукт. Основных конкурентов, прямых конкурентов на сегодняшний день на рынке Украины нет. Есть собственные, существующие лидеры в ге-коммерции, промеи, лбис, прайси, цене и так далее, работающие по принципу супермаркетов. Наши преимущества, как раз таки в данном случае с точки зрения идеи, это ускорить целевая социализация. Время, давайте, 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 давайте. Имея суть в том, что любой же полон, как правило, покупает товары именно в специализированном магазине. То есть в супермаркетах трендоварный товар покупают не более 5%. То же самое касается и е-коммерции. То есть в любом случае потребитель идет, ищет специализированные интернет-площадки. Наша же задача объединить всех на одном ресурсе. Ну, ключевые цифры по рынку. Рынок Украины на сегодняшний день по порядку 60 миллионов долларов в год. Это только товары без учета на рынке радиоэлектроники и водномоторной техники. Также не учитывались данные рынка платных водоемов, когловных партах, когловного туризма. Их доля невелика, но очень удивительно расключает. Аудитория рыболов свыше 3 миллионов человек. Из них где-то порядка 25% это женщина. Теряете время на фигуру. Потребность нашей финансы. На сегодняшний день вложено порядка 22 тысяч долларов собственных. Потребность финансирования это создание команды. Затраты на фирмирование и содержание команды. И затраты на продвижение и рекламу. Продолжение инвесторов будет, есть 3 варианта. Здесь не совсем точно определены то или, но если будет интересно, он будет обсуждать. Начиная от даревого участия в бизнесе, заканчивая покупкой того проекта, на той стадии, на которой он находится сегодня. Спасибо. Мужчина, вопросы? Рыбаки есть? Есть вопросы. Отлично. Вы говорили о продаже проекта. То есть вы сейчас продаете полном объеме? Это один из вариантов. А почему продаете? Вообще, будет инвестиций, связанных с тем, что мы на сегодняшний день нет самостоятельной возможности его финансировать. То есть у нас есть еще бизнес оптовой троллей в уголовных товарах, розничной троллей в уголовных товарах и интернет-роллей в уголовных товарах. В связи с финансовым бизнесом, который сильно ударил по нам, да, сейчас наша задача больше финансировать именно эти направления, потому что они приносят деньги. Этот проект предусматривает поступление денег через 6-8 месяцев. Соответственно, нет самостоятельной возможности еще в проект поддерживать сейчас. Поэтому еще кто-нибудь инвестор, который сможет влиять в уровне в проект, просто купить этот проект на небольшие деньги. Я саму саму еще пока не продаю, да? Нет, почему? Нет, это не наши продажи. Мы пока привлекаем клиентов бесплатно. То есть мы привлекаем клиентов. Наша задача сейчас для того, чтобы выкладывать деньги в том числе в продвижении. Это наполнить товар игроками и, наполнить портал игроками и товаром. Да, после того, как будет уже портал наполнен игроками товаром, можно будет инвестировать деньги на продвижение. И? Ну, у нас на портале еще предусмотрен раздел акционные товары, где будет возможность размещать товары со скидкой не менее 25%. То есть будет возможность купить товары и отешевле, чем деликам. Скажите, мне не совсем понятно. Собрать всех в одном месте, это такая очень неочевидная стратегия, не влекущая за собой явный выигр. Вот вы говорите, мы торгуем оптом, мы торгуем брозницей, у нас есть свой интернет-магазин. Вопрос. Для такого игрока, как вы, зачем еще залезать куда-то на какой-то портал, если у меня уже есть свой прикормленный интернет-магазин? Вопрос. Я объясняю. То есть сервис в первую очередь направлен на потребителя. То есть создать сервис, портал, где потребитель сможет найти все, что касается рыболовной тематики. То есть он не будет ходить через угол куда. Тогда контрольный голову. Вы откуда этот рыбаков на портале возьмете? То есть с помощью привлечения через маркетинговое продвижение. А вы представляете, сколько вам нужно денег потратить, чтобы создать портал, на который соберутся все рыбаки в Украине? Ну, примерно представляю. Я могу сказать, каким образом это сегодня происходит. Есть популярные форумы, есть, опять же, все новая реклама. Достаточно низкозатратные и эффективные способы привлечения покупателей к себе на портал. Есть вопрос в том, что еще нужно создать такой сервис, который дальше, как сарапанное радио, нужно сейчас. Потому что сервис, который придумали мы, он позволяет в одном месте находить все, что касается рыболовной тематики. Помимо рыболовных товаров, я уже говорил, есть магазины по его городу. Вы можете найти любой магазин, который находится в адресе. Вы можете найти рыболовные пазы, платные водоемы, заказать рыболовный туризм, печатные издания периодика. Все, что касается на одном ресурсе. Все, время. Благодарим. Аплодисменты.